Бой в родных стенах Это пропаганда спорта Это напоминание, что есть у нас звезды мирового уровня в Орлее местные Это красивое бойцовское шоу, чего все равно не хватает не только в Орлее и в России Боксировать дома это очень большая возможность, очень большой плюс Не тратить силы на поездку, на дорогу полностью Согнал вес, сделал его и вышел боксировать Это очень круто и поэтому мы были согласны Потом начались поиски соперника, подписание контракта Все это занимало время и вот наконец-то мы пришли к какому-то общему решению Среди претендентов на дуэль с бриллиантом был российский и украинский боксеры Но команда Туйнова предпочла в который раз международное спортивное противостояние Японцу Юхирона 34 Наставник Орла, разбирая соперника, отметил, что у него есть большое желание подраться в ринге Он левша, то есть он не такой скоростной, он долговязый, но высокий, как скажем, напористый Вот, держит удары, пропускает и идет, но я думаю, что он еще не пропускал лада удары Мы его грамотно разберем, подберем у него правильные ключики и будем разбирать уже непосредственно в ринге Предстоящая встреча уже приковывает внимание стремительно растущей армии болельщиков-спортсмена Бриллиант уверен в абсолютной поддержке трибун Грин-центра и ожидает аншлага 23 марта Орловский легковес, экс-чемпион мира Эдуард Трояновский преподал уроки бокса ливенцам Известный спортсмен поделился секретами мастерства Те, кто следят за карьерой нашего земляка, знают, Эдуард сделал себя сам Еще будучи подростком, Трояновский пропадал в спортзалах На своем опыте он знает, как важна тренировка Это часть моей работы Также часть моей работы знакомиться с молодым поколением, со спортсменами Чтобы дать им какую-то мотивацию в развитии, в будущем По чуть-чуть, по чуть-чуть мы боксеры, которые добились определенного успеха Делаем такие шаги и ездим по разного рода городам По большим, по маленьким То есть знакомимся, проводим открытые тренировки Профессионал также дал индивидуальные советы и раскрыл секреты собственных наработок Левой, правой Вот это такие встречные удары на дистанцию Главное, пользоваться дымной рукой Очередной бой нашего спортсмена должен состояться уже летом Имя нового оппонента в ринге пока остается неизвестным Главная историческая сборная «Орла» ФК «Орел ГУ» приступила к тренировкам после зимних каникул На данном этапе подопечные Валерина Сдвина работают над функционалом Следующая неделя еще нагрузочная Потом мы сбросим нагрузки И на 10 число предварительно у нас есть с Курским вангардом договоренность О товарищеской игре у них там в Курске Сейчас бы все зависит как автобус Мы найдем, не найдем После контрольных игр официальный старт команды будет в Симферополе На очередном туре национальной студенческой лиги Который пройдет с 20 по 22 марта Это второй по значимости турнир, где задействована футбольная сборная региона Здесь не только опытные, но и молодые ребята Мы привлекли к их тренировкам с 2001 года рождения Поэтому у нас основной костяк, основа В основном будет играть на КФК и по студенческой лиге А уже молодежь будем подпускать и к КФК Но и в большей степени будут играть на первенстве области Спортивный арбитражный суд оправдал орловскую бобслистку Людмилу Удобкину В том числе и еще 27 профессиональных спортсменов Арбитражный суд КАС удовлетворил апелляцию российских олимпийцев Пожизненно отстраненных международной олимпийской комиссией От участия в играх из-за допингового скандала на Олимпиаде в Сочи Суд вынес положительный вердикт, усмотрев недостаточное количество фактов в деле Оправдав и восстановив результаты орловчанки Людмилы Удобкиной А вместе с ней и других беспочвенно обвиненных российских бобслиистов Все на лыжню Под таким лозунгом уже вот в 36-й раз пройдет всероссийская массовая гонка Лыжня России 2018 Зимний праздник охватывает 72 региона страны От Владивостока до Калининграда В свою очередь Орловщина к акции примкнет в 10-й раз Самое главное нововведение то, что в этом году мы на лыжню соберемся не в воскресенье, а в субботу Поэтому я сразу всех любителей лыжного спорта и активного зимнего отдыха прошу заострить на это внимание 10-го числа в 11 часов мы всех ждем в Медведевском лесу для того, чтобы приобщиться с самым массовым мероприятием, которое проходит зимой В программе соревнований в Медведевском лесу определены следующие дистанции 1, 2, 5 и 10 километров Способы регистрации в этом году не изменились Мандатная комиссия у нас будет проходить по адресу Маринченко 9Б Это городской спортивно-оздоровительный центр на микрорайоне на третьем этаже С 5 по 8 с 10 до 18 с медицинской исправкой и со страховкой коллективы у нас заявляются, личники подходят На этом у меня все новости. Желаю вам хороших выходных